Голубые озера Концепция на сегодняшний день заключается в том, чтобы распределить туристические потоки по всей территории особо охраняемой и дать людям возможность пользоваться другими активностями, кроме купания в самих озерах. Она включает в себя несколько типологий решений. Мы хотим соединить концептуально большое озеро, малое и проточное, чтобы оно воспринималось одной единой территорией. Хотим распределить туристические потоки по всей территории с помощью создания сети туристических троп и маршрутов. И хотим, чтобы посещение этой территории было максимально щадящим и полезным как для самого человека, так и для природы. 12 тысяч озер в среднем по Волжье, а под некоторым данным даже больше, они относятся к категории 0,1%. То есть это настолько их мало, их всего около 10 именно вот голубых озер. И то многие сейчас на стадии укасания. И по сути, наше большое голубое, два малых голубых озера и еще озеро Югидем и Зеленый ключ, голубой старец в республике Мариел, только вот эти шесть крохотных водоемов несут в себе черты вот этого уникального типа голубых озер. Новый проект благоустройства голубых озер включает в себя ряд изменений береговой зоны и меры по защите экологической среды заповедника. Так на территории появятся ковороты. Они позволят контролировать туристический поток и имеют свой набор инфраструктуры. Парковка, павильон с прокатом спортивного снаряжения и датчик мониторинга посетителей. Это поможет снизить нагрузку на экосистему и равномерно ее распределить. Ковороты – это входные точки на территорию заказника, которые концентрируют в себе несколько функций. Это, во-первых, парковочные зоны. Во-вторых, это КПП со шлагбаумом, который препятствует въезд автомобилей на саму территорию, так как режимом опыта запрещено объезжать на машине в саму территорию. Также в этих эковоротах будут точки проката и информационные точки. То есть там будут павильоны, которые будут концентрировать в себе такие функции. Благоустройство Голубых озер включено в общую концепцию развития набережных припарковых территориях Казанки. И это, так как Голубые озера являются излюбленным местом не только казанцев, а в принципе из Санкт-Петербурга люди приезжают, то возникла такая идея связать, собственно, Волгу с Голубыми озерами. То есть это такой большой эко-маршрут. И он, в общем-то, реализуется уже в разные участки. Реки Казан уже благоустраиваются, и Голубые озера станут одной из точек. Также на территории появятся специальные экотропы, которые позволят организовать досуг для посетителей, а также уменьшить антропогенную нагрузку на озера. Так у туристов появится возможность совершать альтернативные маршруты, а потоки посетителей распределятся в ближайшей к Малому голубому озеру зоне. Организация экологической станции у воды позволит ежедневно контролировать состояние воды, и ее флора и фауна, а также глубже изучать все аспекты столь редкой среды. Это маршруты спортивные, оздоровительные и образовательные. Плюс допом будут речные маршруты. Часть речных маршрутов будет проходить по суше, непосредственно по берегу реки Казанка. Час будет водный, то есть человек сможет взять оборудование, с помощью которого можно передвигаться по воде, и таким образом условно кататься по Казанке. Либо на сабордах, либо на маленьких электролодках, либо на каяках, допустим. К сожалению, в последние годы произошло немало печального в жизни этих озер за последние 10 лет в связи с очень сильной антропогенной нагрузкой, в связи с попытками трансформации этих озер. Неправильное было благоустройство в 2013-2014 году, когда озеро спускали большое голубое. И вот эти свойства стали исчезать при антропогенной нагрузке, при трансформации. Они стали исчезать, а уникальные виды стали тоже пропадать. По заявлению фонда Института развития городов Татарстана, работы будут иметь щадящий характер. Процесс благоустройства голубых озер будет затрагивать прибрежную территорию. Более того, ее планируют дополнительно укрепить, чтобы максимально сохранить текущее состояние водной среды. По состоянию как озер, так и самого опыта в целом, мы этот процесс называем экостанцией экологии, а именно Институт проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан уже в декабре начали эти работы. Они на ежедневной основе берут пробы воды, оценивают ее разные показатели, также оценивают показатели всей территории. И уже в конце этого года мы получим от них результаты исследования, которые подскажут нам, какие еще меры необходимы, допустим, какое у озер состояние на самом деле. Потому что исследования были, но они были не систематичные. У них нет единой выверенной оценки, которая бы нам говорила, что вот у них именно определенно такое состояние сейчас. Имеются различные мнения по этому поводу разных экологов. Работа с территории Большого Голубого озера должна привести к постепенным положительным изменениям, над которыми работает большая команда. Сейчас этот опыт распространяется и на всю территорию особо охраняемой природной территории. Карина Саяхова, Валерия Карташова, Александр Кузнецов. Универ Новости.